привет вы на канале ну и этом видео покажение о том как пройти игру на 10 без прокачки для того чтобы сделать имба билд для павел и начать наказывать и унижать приветствую вас снова на канале ребят мы продолжаем проходить и нагибать dark souls 3 предыдущая серия закончилась на том что нам чуть не накостреляли нам осталось совсем мало хп так здесь собака и сразу в щи прописываем отлично поднимаем уголек в этом видео уже скорее всего зачистим полностью локацию дойдем до босса локации заодно покажу как проще его пройти так что заваривайте чаек кофеек будет интересно вот нам сейчас нужно вернуться в храм огня не просто вернемся а вернемся через секретную локацию она вот находится вот здесь как вы помните где мы оставляли записку вот нам нужно пройти вот здесь но есть один такой трабл там вот сидят наверху эти чувачки блин они довольно опасные так что нам нужно надеть щит стопроцентной защитой и пробежать шустренько вот сюда здесь один чувак висит отлично так проходим вот так вот и вот видите что в сусе здесь еще один за ними тоже в чип прописка отлично хорошо осталось всего лишь двое так один здесь один там так нам нужно аккуратненько пробежать чтобы они нас не забыли так отлично а там еще сзади один хорошо ладно сначала с этим разберемся так ну давай ну делай же уже что-то отлично вообще туда улетел ладно за ним еще вернемся так что проходим сюда так еще один был чувачок вот он на те отлично проходим сюда и здесь еще есть одна такая фишечка как вообще узнать как вот пройти вот к этой ну секретной локации тут же принципе ничего не объясняется а в этом вам поможет помочь вот вот этот вот мог он принципе не агрессивен и вообще пассивен ну конечно если его ударит он станет активен но вот он как раз вам и расскажет о том как можно пройти в эту локацию так что слушаем надо надо себе и да вот она как раз и рассказала так нам сейчас нужно вот пробраться вот туда где откуда 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 ну куда вернее спрыгнул этот мог это можно сделать здесь через верх но вот единственно я вот не знаю ли я переживу падение потому что у меня хп совсем нету вот а здесь по ходу немножко хп снимается так что есть один такой спидрановский приемчик когда когда можно сделать как когда спидранит проходит вот так ну да делай уже что-то странный мог бегает вокруг так вот эта бабушка клетки если его конечно можно назвать бабушкой она принципе не агрессивно но она не агрессивно только если к ней резко не подойти и и не ударить ее вот так что нам нужно будет не подкрасть сзади аккуратненько и залезть в эту клетку но перед этим мы заберем вот этот вот дроп так он тут такой как так хитро висит его нужно так немножко аккуратненько встать не так конечно смотрите не упадите потому что здесь можно упасть с обрыва вот так что его лучше так подпереть а отлично и он свалился да ладно мы за ним его можем сверху принципе но снизу вернее подстрелить так что ладно проходим сюда и заходим вот в клетку а Продолжение следует... Вот, и нас вот скинули в какую-то яму. Здесь, кстати, будет проходить битва с боссом. Так, для чего это нужно было сделать? Во-первых, для того, чтобы получить ковенант, потому что только таким образом вам вот этот МПС даст ковенант. А во-вторых, это нужно для того, чтобы пройти квест его, и в конце он вам отдаст его на доспехи. Потому что если пробовать сейчас его просто убить и забрать доспехи, во-первых, он очень силен, а во-вторых, это не получится, так что вы останетесь без доспехов. Так что даже не стоит пробовать, а мы просто разговариваем с ним. Ну, что-то, что-то... Это пирт для холлоя, а не для вас, как вы, что-то, не для вас. Или вы, что-то, 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 что-то. Получается так? Можешь выжить, скоро выжить. И если вы не живете, ну, все больше всего. Возьмите, бога бога. Вы можете это сделать. Возьмите это. Возьмите это в сердце, если вы чувствуете больно. Возьмите сюда, чтобы выжить их, что это будет выжить. Вы увидите, когда вы будете мать. Они будут ваша семья. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы будете мать, но не сегодня. Я advise вам, используйте это кровь, и оставьте это место. Это пито для холлоу, и для оказывающихся злые, что-то злые, 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 застреливайте. Вы уйдете лучше, я бы надеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, есть дела поважнее. Да, правильно, он опять видал нам кость, потому что иначе отсюда не выбраться никак. Так что, телепортируемся в Храм Агня. Так, телепортнулись И что нам нужно сейчас делать? Отлично, одно из посланий получено Оценку, отлично Так, и сейчас нам нужно Вот как раз Пройти В ту часть локации Где мы пропустили в первом В первый раз, когда только появились Чтобы получить Пепел Ну, я все расскажу, покажу, так что смотрим Да, и для чего Это нужно было сделать сейчас? Потому что Если вы убьете сначала босса Да То, к сожалению, потом Вы уже не сможете Пройти вот к этому NPC И уже Квест вы не получите Ну, во-первых, коминант не получите А, во-вторых, квест вам не получится пройти его Так что нужно сделать точность Как я показывал Так, и сейчас нам осталось Чуть-чуть Так, аккуратней Ну, сейчас у нас уже ХП есть Так что мы можем немножко Даже понаглее это все делать О, штаны рабочего Спасибо, конечно Вот Так, проходим сюда Можно, в принципе, даже и спрыгнуть Опа Так, бомбочек у нас нет Так что Просто игнорируем их всех Пробегаем сюда Ой-ой-ой Аккуратнее вы Они уже острые Так, заодно, кстати, можно Раз у нас хилок нету Можем пройти сюда Учу себе проповедницу Так, убиваем Борщик И теперь проходим Вот в эту часть локации Так, кстати Этому можно Ой-ой-ой-ой Неаккуратно я прошел О, да Забыл про них Они же как раз Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Я чуть не отлетел Отлично просто Отлично Мне просто прохождение началось Такое легкое место Отдал мне все хилки Круто Так Кстати, здесь вот Оставить записульку Да, здесь есть Тайная тропа Так что Оценим Лайком Пацан старался Писал Вот Поднимаем душу Отлично И проходим Вот сюда Так, здесь, кстати, сверху Проповедница Она будет кастовать Аккуратно Она будет кастовать Эта вот Саранчу Дорис Так что Аккуратненько Проходите Аккуратно Аккуратно Так, здесь я Здесь есть такая нычка Но это тоже кто-то живет Так что Аккуратно Так, поднимаем кнут Отлично Так, подходим Таким успехом У нас тут все хилки Ого, как она Крыла Ничего не стакает Ну да Кстати, нас тут тортнется сейчас темный дух Ну ты чего Слушай, мы так долго будем курселить Отлично Отлично Такой бывалой Погода Попашки Пропишет Аккуратно Аккуратно Так Здесь тоже есть нычка Вот И поднимаем осколок Так Отлично И проходим сюда Но единственное Здесь мы еще пройдем Потому что там есть Внизу ящерка Если вы пойдете с той стороны Она просто Ну успеет пропасть Да, вот кстати Вторгается темный дух Вот это ящерка В принципе С этим Этим Темным духом Не сложно Он не сложно Тем более Есть темная рука Его просто можно заспамить Вот Единственное Будьте в нем Аккуратнее Он парирует И он довольно Хорошо парирует Так что Прям так Ну спамить Не получится Так Отлично У меня Да, если уметь Парировать Это Конечно Будет Совсем легко Его убить Но если нет То придется Вот так вот Память Есть один Лайфхак Как Как добиться Чтобы он Сам себя убил Он Кастует Вот Пиромантию Который Снимает ему Энергию Так что Можно дождаться Пока он Скастует И просто ему Он По сути дела Сам же Себя убьет О О Есть у него Хилки Выпали Отлично Нам Они как раз Не хватали Вот Проходим Вот сюда Да И насчет Этого Вторженца Тоже Да Поторопитесь Потому что Позже Придет Вот этот Моп К нему На помощь А Драться С ними Обоями Сразу Это Блин Будет сложно Это смерть Практически Вот так С него ничего не упало Прибегаем Сюда Вот И это Вот как раз Место Где Нам вот Гигант Вот Оттуда Да С той башни Будет Помогать Тоже Вот Потому что Если перед этим Не подойти К этому Гиганту И не заключить Не заключить Этот вот Договор То Он и по вам Будет Гулять А у него Эти разрывные Стрелы Сплэши Это Ну Это место Очень сложно Пройти То есть Если проспетранить То еще Ладно А если Вот так Зачищать То Он очень Мешает Так что Аккуратнее Потому что Он и стрелы Очень домашние Так Здесь вам Понадобится Прыжок Не знаю Его Подручить Обязательно Потому что Здесь есть место Где нужно Перепрыгнуть Вот Перепрыгиваем И здесь Поднимаем Горящие Осколы Кости Эти кости Которые вам Которые вам Позволяют Усиливать Эффект Эстуса То есть Лечение О Отлично Смолу дал Вот И его Всего можно На плюс 10 Улучшить Так что Это первые кости Где можно получить Так Здесь аккуратно Там вот этот Чувачок Опять Как вы Поднимите Поднимите Сейф Так он сразу На вас Нападет Так что Бьем В щи И Отлично Так И вот здесь лежит Пепел Кребовичка Этот пепел Нам нужно будет Передать Проповеднице Не проповеднице Извиняюсь А Этой Ой Кребовичка Служанке В хаме огня И она Вам продаст Ключик Вот Так что Проходим сюда О Она даже прыгнет Нелезавод Так можно пробежать И поднимаем Большую косу Ну Мы с ней Скорее всего Не будем Бегать Ну Ее можно Позже будет С кольцом Без проблем Взять Так что В принципе Для чего Я показывал Опять же Это прохождение Чтоб вы знали Что Все оружие То что вы возьмете Практически Все Ее можно будет Использовать Ну Конечно Не просто Придется Одеть Кольца Ну Вот так Так что Обязательно Смотрите Так Вот эти Вот Ворота Которые Можно Открыть Вот С этой Стороны Вот Открываем И Что Делаем В принципе Мы можем Вернуться В Храм Огня Потому Что нам Нужно Купить Ключик И Пройти Освободить Одного Мпс А здесь Уже Непосредственно Битва С боссом Ну Так как В принципе Я уверен Что я и так Справлюсь И Трех Хилок Хватит В принципе Я Наверное Его Сейчас Сразу Убью Чтоб Просто Видос Не затягивать Вот А вы Конечно Можете Сначала Сгонять В Храм Огня Купить Ключики И тогда Уже Сюда Вернуться И Убить Босса Вот Я вам покажу Как его Проще всего Пройти Вот Потому что На таком уровне Он тоже Довольно Сложный Вот Советую Вначале Не бежать Сразу До босса А вот Сначала Вырезать Вот этих Мобов Потому что Они Будут Мешать Вот Отлично Я руку Спрятал Зачем Только Непонятно Ну Ладно Не хочешь Как хочешь Так Особенно Вот этого Забайц Потому что Это довольно Сильон И он Кстати Пробивает Даже через 100% Щит Так что Если у вас Даже щит 100% Будет То он У нее Эффект Стоит Ну Он Его Оружие Заканено Так что Он пробьет Черещи Тоже Немножко Так И Осталось Всего Лишь Вот этих Вот Двоих Еще Убить И уже Когда Можем Непосредственно Уже Активировал Ну Уже Убить Босса Потому что О Отлично Нам Кинку Дали Пригодится Вот Потому что Сейчас Уже Босс Будет Активен Единственное Можно Вот этого Еще Попробовать Так С разбегу Вот Что мы делаем Подбегаем Сюда Бьем Сначала По этой Руки Два раза Вот Потом Бьем По По Ноге Два раза И Так Подходим Так Сейчас Лучи Не подходить Потому что Он От себя Вот это Вот Выплюнул И Она Будет Жирать Вам Здоровья Дождитесь Пока Закончит И Вот Сейчас Можно Подойти И Вот Там Так Ему Паять Там Просто Наяривать Вот Вот Все Первая Фаза Закончилась С темной Рукой Ему Пройти Легко Вот Сейчас Он Проломит Под Собой Пол И Начинается Непосредственно Вторая Фаза Здесь Можно Сразу Вот Эту Ляжку Задеть Вот И Ну Удачно Так И Прибегайте Сюда Я Вам Покажу Одну Атаку Сто Процентную Которая Вам Поможет Легко Добить Босса Вот Отходите От него Допустим На среднее Вот Такое Это Стояние Кстати Вот Эта Атарка Очень Очень Редкая Очень Редкая Так что Странно Что Он Ее Применил Отходите На среднюю Дистанцию Пройдем Вот Сюда Сюда Вот А Он Сейчас Будет Куверкаться Кстати Задум Вот Это В принципе Его На Истер Здесь Мог Сать Что У него Вообще Наличие Есть Так Нам Главное Что Какую Атаку Байт Вот Байт На средней Дистанции И ждете Пока Он Вот Так Встанет Вот Так Когда Он Встает Просто Отпрыгивайте И На Яривайте По Этой Руке Да Это Довольно Ну Немножко Дольше Его Можно Куда Быстрее Убить Но Это Безопаснее То есть Опять Что Делают Опять Отходим Да Кстати Здесь Можно Тоже По Спине Еще Понаяривать Ну Ничего Так Безопаснее Это Самое Безопасное Убийство Босса Так Что Отходим Вот Так На Среднюю Дистанцию И Ждем Эту Атаку Когда Он Будет Вставать А Он Все Так Решил Куверкаться Ладно Тогда Вот так Куверкаемся И Отбегаем Вот Отбегаем Переем Таргет Отходим На Среднюю Дистанцию И Теперь Он Должен В Принципе Вставать Опять Он Слишком Наверное Далеко Я От него Отошел Так Порт Файз Конечно Затянулся Немножко Но Я вам Хочу Показать Как Проще Его Убить И Безопаснее Чтоб Вам Не Пришлось Закреплять Несколько Раз Отлично Безопасно Сюда Ладно Давай Вставай Хватит Уже С тобой Долго Уже Так Но Что-то Какой-то У меня Тормоз Надеюсь У вас Он Не будет Такой Нет Что-то Он Тормозит Не хочет Отделаться По Атаку Ну Давай Заворачивайся Деревяшка Ну Да Что-то Он Вообще Не хочет По Атаку Делать Так Еще раз Попробую Если Что-то Завис У меня Делать Одно И Тоже Всегда Потому что Вот Когда Отходишь На Среднюю Дистанцию Помога Всегда Делать Бум Так Отдвигаем Ну вот, наконец-то поднялся, и уходим так вправо, ждем пока он пойдет, и вот подвигаем и просто наяриваем его по руке, и все. Все, это был весь босс, он несложный, темной рукой тем более вообще, изи. Ну единственное то, что у меня что-то бой с ним затянулся, потому что что-то он затупил и делал только постоянно обнять те же атаки, непонятно почему. Так, зажигаем костер, и отправляемся в храм огня к служанке. Ну вот, тем временем мы уже 31 штука, это отлично. Так, вот подходим к служанке, конечно, полезно, и передаем пепел. Вот, и покупаем вот ключик за полторы тысячи. Заодно я, наверное, скорее всего, еще этот ключ куплю. Ну, этот ключ, в принципе, нужен только еще не скоро понадобится вам. Так что, если у вас нет душ, да, маловато, вы тут потратились немного, так что не имею, можете и не сейчас покупать, это не обязательно. Но я пока куплю, хотя не, я тоже не буду покупать, чтобы вам потом напомнить людей лучше, в каком месте уже купить его. Да-да-да, принесем, конечно, принесем душ. Так, тем временем у нас вернулся вот воришка, которого мы отправляли. Подойдем, поболтаем с ним обязательно. А-а-а, там ты. Я был... Ты знаешь, что я маленький. Ну, все, я так тоже. Ну, спасибо. Грэй Рантин, пока я встал. А, он еще даже не ушел. Срана, что-то он у меня завис. У вас, скорее всего, он уже давно должен уйти грабить. Что-то у меня вообще все МПС виснут, не зависает. Вот, купили мы ключик, и сейчас мы будем... А, во-первых, горящий осколок, наконец-то, сожгем. Вот, видите, фляга с СССом плюс один будет восстанавливать больше ХПНа. И мы отправляемся вот обвешалый мост в эту вот. На этот костер. Отсюда быстрее всего пройти к этим дверям, потому, кстати, мы и открывали в прошлый раз вот эти дверки, чтобы вот здесь так аккуратненько можно было пройти. Так, не забываем, что здесь крысы. Как-то можно вот так вот с разбегом и сразу в щип прописать. Да, так задели. Вот, и проходим вот в эти двери. Вот, открываем. Так, вот здесь будет монумент. Этот монумент нужен для того, чтобы, если вы случайно вот кого-то, ну, какого-то NPC задели, он стал враждебный, чтобы с ним помириться. И, конечно, вам нужно будет вот вернуться вот сюда, ну, и заплатить какое-то количество душ, и тогда, как говорится, замолить ваши грехи. Там, кстати, кажется, и так и написано, что простить грехи. Так, здесь, кстати, будет алибарда красная. Она довольно хороша в ПВП боях. Вот, если... Так, чуть-чуть заблудился в этих катакомбах. Потому что, если, ну, либо вы вторгаетесь, либо к вам вторгает, ну, люди, которые, ну, не сильны в парировании, да, то у этой алибарды есть хороший такой навык, непоколебимость. Воу-воу-воу, аккуратно. Да, мне еще не хватало отъехать, смотри, этих скелетонов. Так, аккуратнее, аккуратнее. Да, вот мне понасували, конечно. Так вот, а на чем я закончил? Вот, у него есть непоколебимость, я вам покажу сейчас. Ну, я ее, конечно, не могу использовать, но потом с кольцами можно будет. Вот, берете вот непоколебимость и... И вот так вот, просто спамить. Вот так. И просто спамить игрока. И он просто в стагер заходит, и его просто можно убить. Очень классное тоже оружие. Так что, держу в курсе. Пользуйтесь. Так, на это, отойди. Скелетон, имус. Их проще всего убивать, как только они встают. Поэтому, у них, то есть, есть такой... У вас будет такой открытый момент, когда вы можете им просто насувать. Вот, и пробегаем сюда. Мы оказываемся... О! Кто поедет? Что она тут делает? Отлично. Да что такое сегодня? Все хотят меня убить. Ну, тут, в принципе, все хотят вас убить. Так, здесь есть ящерка. Лучше, вот, проще всего, вот, ее забайте так, чтобы она в угол забежала. И тогда... Опа! И так с разбегу сразу. Получает тяжелый самоцвет. Тяжелые самоцветы нужны, как вы догадались, для тяжелых таких двуруточных мечей. Ну, опять же, я напоминаю, что... Сейчас... Опа! Как вы поднимите только этот дроп, потому что аккуратно. Вот. Напоминаю вам, что все-таки на десятом, тридцатом... Ну, на десятом, двадцатом и тридцатом уровне... О! Большое мачете. Лучше всего закалка эта грубая. Потому что больше, чем закаленный на грубость оружие, вам не даст ни одно оружие. Да, вот, мы, кстати, выбили с этого моба эту мачету. Вот. Позже мы с кольцом его, конечно же, сможем надеть без проблем. Две руки брать, даже на десятом, ну, даже вот на моем уровне, шестом, можно без проблем будет пользоваться вот этой мачетой. Так что, еще раз вам говорю, я показываю вам прохождение, как сделать, ну, очень хорошие имбо-билды, чтобы в дальнейшем вы, когда будете вторгаться либо хостить, у вас было очень большое разнообразие оружия. Вы смогли не только вот играть, допустим, темной рукой, а брать, ну, практически любое оружие. Здесь, кстати, вот наверху лежит щит. Он классный. Он восстанавливает вам понемножку здоровье. И он парирует тоже, для парирования очень хороший. Так что, что я хочу сделать? Я хочу... У меня вот нет стрел, как вы видите. Вот, но я хочу... Вот есть такой лайфхак. Если, допустим, посмотреть вот так, наверное, вот так, все-таки, и выбрать ножик, то... Так, немножко вправо. Так, стоп. Так, немножко вот так. Так, ладно, еще раз попробую. Вот сейчас, наверное, чуть-чуть, чуть-чуть еще. Вбок надо. Вот сейчас, наверное, точно. Не-е-е, еще немножко. Вот сейчас. Нет, еще. Ну, почти. Ну... Ладно, забейте. Потом возьмем луки и снимем этот дроп. Там щит находится. Он... Тоже для ПВП боев хороший. Он вам будет восстанавливать СТП. Так, здесь аккуратненько. Здесь тут будет целая куча крыс. Так что лучше сразу отойти назад. И выманивать их по одному. Потому что, если вы... Если вы позволите им выбежать сразу толпой, ну, они могут просто вас тут загрызть. Так что аккуратно. Это тоже такое место. Такое довольно хитрое. Так, здесь лежит талисман. Талисман Святого. Он классный для клириков. Потому что у него есть такая способность. Когда вы кастуете чудо, он вам дает поколебимость во время этого. И это очень хорошее преимущество. Допустим, если вы там хотите кого-то столкнуть или что, это вам даст поколебимость. Так, здесь стоит МПС, который вас будет как раз и обучать чудесами. С ней тоже нужно связать квест, потому что иначе вот там вот этот рицер, который с Бувалой стоял, с кем мы там разговаривали в предыдущей серии. Он... Вы не продвинете с ним квест, пока не освободите вот эту вот служанку. Так что разговариваем. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? О, пожалуйста. Кто-то ты, кто-то, touch меня. К мною, что окружает меня, гибнет на мою кровь. Маши животные. Они никогда не остановят кипят. Они не помогут. Он организован, что я хочу сказать, что вы не уйдете. Кто-то, если бы здесь вы дадите им, в кем-тою. О, да, вы действительно. СМЕХ. Когда я нетесь, как раз ищи. Чтобы не было ничего. Подписывайтесь на гости. Все скучно. Что-то последнее. О, извините. Я Ирина из Карим. Я пришла к этой земле, чтобы я могла быть огонь. Твоя точка меня освободила из текущей. Ты тогда был чемпион. Я слабая и не умею, чтобы тендить пламя. Но если бы это не повредит тебя, я мог бы в вашей службе вместо того? О, спасибо, сладкий мальчик. Я возьму мои упражнения. Я, Ирина из Карим, проживаю тяну. да кстати ребят вот вам небольшой такой спойлер если сделать все правильно и пройти полностью весь квест и не запороть ни в одном месте то она потом может стать тоже хранительница огня где вы сможете поднимать уровень так что держу в курсе я конечно все это покажу а ну вот из одного вот нам еще за дроп тоже нам нужно будет сверху скинуть но это опять же это я все пособираю тогда когда уже получу лук тем более ну либо его сейчас куплю и мы это все обязательно подберем так что не беспокойтесь так и сейчас нужно обязательно разговаривать с этим лицарем чтобы продолжить его на квест и Очень хуже. Питие животные, которые были beyond help. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Очень хорошо. Я не знаю, что я смотрю на нее, в любом случае. Я Игон, Каирин. Я ищу вас за так долго, как вы осуществите девушку. И только за так долго. Что происходит? Мои слова очень просты. Я ищу вас за так долго, как вы осуществите девушку безопасности. И только за так долго. Ха-ха-ха-ха. Что происходит? Я ищу вас за так долго. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, кстати, забыл сказать. Чтобы там появлялись новые чудеса, вам придется приносить ей филианты этой служанки. Но есть один такой трабл. Ей нужно приносить обязательно только светлые чудеса. Потому что, если вы принесете вот этот вот филиант, а дадите ей, кстати, тот, который мы покупали. Вот этот, допустим, темный. И еще есть темные два, кажется, филианта. То вы запорите с ней квест. И вот этот вот NPC, он ее, как это, заберет. И... Ну и будет квест запоренный. То есть вам придется чтобы... Потому что в конце можно получить его на и доспехе, и вот эту бувалу вместе со щитом. Вам придется его убить. И минус еще в том, что она перестанет вас обучать чудесами. Так что смотрите аккуратно. Не отдайте случайно ей темный филиант. Так, а сейчас нам нужно... Нет, не наверх, а вниз. Так, внизу, в принципе, мы зажгем костер. И на этом, скорее всего, уже закончим эту серию. Потому что дальше идет следующая локация. Вот. И локация крутая. Это локация сама фановая. На тридцатом уровне, где можно и вторгаться, и хостить. Так что я там покажу все фишечки. Всякие приколюшки, где что можно делать. Так что обязательно подписывайтесь. И будете знать, когда выйдет следующее видео. Так, здесь впереди у нас, кстати, будет один моб. Он довольно сильный. И он вам дропнет меч Еретилский. Этот меч нам нужен для убийства двух боссов. Потому что на таком уровне есть боссы, где... Ну, эта темная рука, она, ну, не работает. То есть у них очень большие резисты к тьме. И нам придется пользоваться вот этим мечом. Этот меч нам поможет убить, во-первых, драконоборца босса. И Гаэля в DLC босса. Потому что и треть... Нет, даже треть босса. И третьего босса это братья Лорианы. Кажется, предпоследний босс этой игры. Так что он очень важный. Так, как его проще всего убить? Безболезненно. Прибегаем вот сюда. Вот так вот. И открываем эти двери. Открываем дверь. И проходим сюда. Так, во-первых, зажигаем сразу костерчик. Вот. И есть два варианта. Либо можно взять, я не знаю, бомбу у вас, либо что-то у вас. Еще есть либо такие вот ножики. И можете вот просто вот прямо вот отсюда вот просто наваливать ему. Да. Либо есть вариант какой. Ждете пока он просто развернется. Воу. Вот. Развернется и просто с набегом ему. Просто почти так. И так упрыгивать. Но это, конечно, немножко опаснее, потому что он может... Потому что он может вас заспамить этим вот оружием. Так что проще всего, конечно, чем-то вам просто из-за двери там настрелять. Вот. Это третийский меч. К сожалению, мы сейчас его одеть не можем. То, что у нас характеристики не позволяет. Нам нужно 14 ловкость. Вот. Но мы позже получим кольцо, которое нам позволит поднять 5 ловкостей. Так что... Смотрите. Так, ну все. На этом будем прощаться. Надеюсь, было интересно. А! Мы пропустили дроп. Просто так пробегали. А тут уголек, да. Тут уголек. Вот. Так что спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Дальше будет еще интереснее. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки. И до скорой встречи. И вот, не загибайте, пожалуйста. И вот если надеюсь вам этому accелу на ripневности. Если или нет, вам приходь на、 я не помню? Это реабил Gate. Но до скорой встречи. STEPP куда следует. Все медленно. И смотрите у меня! Есть сп session. Вот, да Slank!!! Storiesَ